Бильбо Бэггинс Ждите деревья! Всем привет, с вами Love for Jesus и сегодня я начинаю мое первое прохождение небольшой игры и для этого я решил взять одну из моих любимых игр, это игра Хоббит, это игра моего детства, я прошел ее всю, давным-давно-давно, а пока давай. В глубокой норе жил-был Хоббит. Бильбо Бэггинс был уважаемым Хоббитом. Он вел жизнь спокойную и размеренную, а потому был немало удивлен, когда волшебник Гэндальф пригласил его отправиться в путешествие. Бильбо пытался было отказаться, но, увы, он имел неосторожность пригласить Гэндальфа на чай. На следующий день Гэндальф явился к Бильбо в компании 13 голодных гномов. Те съели все, что было у Бильбо съестного, а потом начали петь печальные песни и внимать речам своего короля Торина Дубащита. Когда-нибудь эти ролики закончатся, нет? На рассвете мы отправляемся к Одинокой горе. Мы отвоюем наше древнее королевство под горой, вернем себе наше сокровище и отомстим проклятому дракону Смауку. Король Торин, вам нужен будет взломщик, который сможет прокрасться вглубь Одинокой горы. Вот он, это Бильбо Бэгггинс. Песчетлительный малыш, но бывает свиреп, как разъяренный дракон. Что-то громкость... Больно. Громкая. Где я? Гоблины. Гоблины! Они напали на людей и на эльфов! Что это? Это меч! Что ж, Бэгггинс? Раз уж ты влез в такой сон, так бы добр из него и вылезти! Ура, сейчас мы будем мочить гоблины! Такой небольшой спойлер, это почти конец игры. Мы переносимся в конец игры. Что я хота сказать? Почему я выбрал именно эту игру? Скоро, в декабре, по-моему, уходит фильм «Хоббит». И хотелось бы вспомнить, хотелось бы поиграть, хотелось бы сравнить. Вообще, я так хотел давно в этой игру поиграть. У меня даже диск лежит где-то запыленный, сломанный уже, коробочка вся поломанная. И она... ай! Игра была шикарная, я даже помню некоторые моменты. Всё же мне кажется, что громко. Ха! Я даже помню, что у Биба была вот такая палочка, в которой он мог прыгать вот так вот. Я даже помню управление. Это шикарно. И знаете что? Эта игра лучше, чем Black Ops. А знаете почему? Тут нет дебильного перевода. Тут у Гоблина даже страшнее, по-моему. Ай, уйди, уйди. На тебе камнем по башке. Как медь достать? Деритесь. Сражайтесь. О, я помню, тут в шаманах тяжело выглядеть. Ну, не так же тяжело. В детстве всё было сложнее. Шикарно, столько воспоминаний, столько всего, столько добрых, хороших воспоминаний. Вот как-нибудь поиграешь? Как-нибудь поиграешь в нынешнюю игру через где-то 10? Вы, вонючие крысы, рвите их в клочья! Ой, это же его помню. Это был только сон. Только сон. Но какое это было приключение! Несмотря на то, что Бильбо испугался, в его душе проснулось какое-то странное чувство. Ему вдруг захотелось повидать дальние страны, взять меч вместо посоха. И к собственному изумлению, Хоббит согласился отправиться в путь. Ты проспал всё утро, Бэггинс. Думаешь, после этого Торин поверит, что ты отличный взломщик? Я ему покажу. Даже если мне до этого придётся отправиться на вас точный красавец. Пока что тебе просто нужно отправиться в Зелёный Дракон. Гномы ждут тебя там. Помню, помню. На это нет времени. А сборы тоже. Только возьми свой посох. Кто знает, где ты окажешься сегодня. Помню, и эту миссию я помню. И остальные миссии я помню. Всё помню. Идите гномов. Алмазик. Ой. Блин, какая-то же ты классная. Е. Надо запомнить. Так быстрее. В почту. У меня на это нет времени. Я должен встретиться с гномами в Зелёном Драконе. Я знаю. А, это не вы их. Пошли. Ух ты. Да у меня карман прохудился. Попывает. Небось, теперь мои серебряные монетки рассыпаны по всему хобитону. О, сейчас искать все эти серебряные монетки. Курочки. Доброе играть здесь даже курочки не надо. Сохранимся. Музыка здесь шикарная. Здесь всё прекрасно. Упрыгать через вас. А, только не в прятки. Эй, Бильбо. Хочешь, сыграем в прятки? Боюсь, я немного спешу. Мы прячемся, а ты будешь нас искать. Готов? Начали. Дети. Дети. Что ж, найдём мы их в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось это вступительное. Пусть и короткое видео. И... Я помню, вон там вот есть курятник. И там очень тяжело пройти. Ну ладно. Всё было футчезис. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всего хорошего. Всем пока.